С помощью так называемых зацепов выбраться из полыньи по гладкому льду гораздо проще. Они ничего не весят, носятся на резинки, как варежки в детстве. А сделать их можно из двух гвоздей и дощечки. Или купить. Но эта незамысловатая вещь способна сохранить жизнь. Можно справиться и без зацепов, если знать как. В первую очередь, если вы провалились, нужно избавиться, постараться справиться с паникой, которая обычно ободолевает всех людей. В дальнейшем нужно развернуться в ту сторону, откуда вы шли и провалились, потому что лед в этом направлении более толстый, он вас уже держал. Сотрудники поисково-спасательной службы показали, как правильно выбраться из воды или помочь другому человеку с минимальным риском для самих себя. Главное – распределять вес на льду и не приближаться к майне, по возможности используя подручные средства. Карельские спасатели отрабатывают до автоматизма действия при чрезвычайных ситуациях. На кону всегда чья-то жизнь, ошибок быть не должно. Поэтому тренировки проходят регулярно. Это и поиск людей, и их спасение, столкновение с природными явлениями работы по разминированию. Есть нормативные документы, с которыми работают спасатели. Безусловно, проводятся тренировки, учения, все это отрабатывается. Да, но, конечно, каждый раз есть какой-то творческий момент в каждом индивидуальном случае. Одинаковых случаев не бывает. В День спасателя служба отметила своих лучших сотрудников и подвела итоги уходящего года. Почетные грамоты и благодарности вручил председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Он пожелал спасателям спокойных дежурств в праздничные выходные. Работу карельских поисковиков также отметил заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын. 239 спасенных, из них почти 40 детей, около тысячи обезвреженных взрывоопасных предметов. То есть есть чем отчитаться и есть чем гордиться. Всего за 12 месяцев произведено 563 выхода на поисково-спасательные операции. За прошлый год служба обзавелась новыми единицами техники и оборудования. Это позволит проводить поисково-спасательные операции в самых труднодоступных местах республики и в самых тяжелых условиях. А профессиональные и опытные спасатели уже есть. Илья Лопухин, Алексей Локтев, Александр Борисов, Служба новостей.